Жизнь на севере диктует свои условия. Необходимо белковое питание. Во времена войн якутов вручал карась. Якуты ловят карася круглый год. Осенью это мунха, рыбалка не в этом. Весной это куйон, пробурили лунки и ловили рыбы с очком. Хочу представить вашему вниманию свою историю. Моя бабушка Акулина Борисова, ей удалось остаться в родном совхозе, когда всех черопчинцев переселили на север для рыбалки на нужды фронта. И когда люди умирали с голода, варили даже обшивку двери хатона из шкуры коровы. Чтобы не умреть с голода, ей удавалось результативно рыбачить куйон, то есть с очком. Однажды она поймала 8 кулей, выловила 8 кулей карася, и все женщины совхоза остались благодаря ей живы. У народов мира нету нигде такого способа, как куйур, ловлясь с очками под льдом. Куйурulla Борисова, которые drought Обратите внимание, автор использовал максимально всю кость. Из конца трубчатой кости автор сделал медведицу белую, которую кормят медвежат. Это эпифис, эпифис большевицовой кости коровы. День карася мы проводим третий год подряд в Доме Арчи. В пользу я случаем хочу поблагодарить Доме Арчи за сотрудничество. Мы участвовали не только в России, здесь были представлены работы народных мастеров, якутские ножи, пешни, приспособления для ловли, а также сувениры. Например, Семен Иванов, директор музея, представил свою экспозицию традиционные неводы, изготовленные из гривы лошади по якутским традициям. Борис Петрович Алгощит провел обряд очищения и благословил вечер. Вечер был насыщен веселыми играми, например, веселая рыбалка. Каждый мужчина, даже женщины, в детстве ловили удочкой рыбу. Поэтому мы, чтобы окунуться в детство, сделали удочки из стальника. Суть игры заключается в том, чтобы открыть крышку ведра маленьким крючком и достать приз. Например, одному досталось носок, внутри которого был сертификат спонсора, у второго консервы, у третьего порция караси на обжарку, у четвертого диск. Дальше была игра на обурление лунки, на долгление лунки традиционным способом. Выиграл участник Валентин и получил сертификат. Также мы традиционно проводим добычу огня огневого. Следующий конкурс – это поедание карася на скорость. Пять участников соревновались в самовыкусном конкурсе. Кто съест быстрее и кто чаще. В этом году снова победил участник Варфеломири, который третий год победят побеждает. Были даже женщины. Пять минут он съел быстро карася. В конкурсе самый большой карась выиграл Байрон Иванов из Вилийского района, который на муха поймал карася весом 2 килограмма 706 грамм. В прошлом году был меньше кариес. Второе место занял участник из Верфелинского района Евгений Михайлович. 2 килограмма 0,27 грамма. Третье место – Максимов Алексей Алексеевич из Верхнебридского района. Весом 2 килограмма 2 грамма. Победитель Иванов Байрон получил якутский нож от нашего постоянного спонсора магазина якутских ножей УСЭГСПА. Генеральным директором магазина госпожа Платонова вручила якутский нож. Выигравший карась «Гигант» был разыгран на аукционе и продан за 1300 рублей. Я призываю всех участвовать в следующем году. Мы участвуем в этой выставке уже третий год. И в канун Нового года мы решили приготовить что-то праздничное. Так как Новый год – самый теплый, самый яркий праздник. Конечно, мы используем только обязательно наши местные караси, потому что вкуснее их нет. И мы приготовили диетическое блюдо, запеченное караси на подушке, запеченное караси с овощами на подушке из слоеного теста. Вкуснее их нет и полезнее их нет. Карась имеет практически весь комплекс аминокислот, необходимых для выживания устрового условия севера, витамины, витамины, д, е, а также микроэлементы. Кроме того, якутский край отличается очень приятным вкусом. Все гости вечера были угощены национальными блюдами из карася, а вечером завершил традиционный хоровод Агохан. Благодаря Юрия Петровича и надеемся на сотрудничество в будущем в виде фильмов про охоту и традиционные промысла. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok